Сегодня явно перед властью стоит куча вопросов. Эти вопросы кто-то задает, возможно, с некой симпатией к существующей политике, кто-то задает с отторжением, но вопросы так или иначе звучат практически одинаковые. Что происходит с бюджетом России и что можно ожидать в дальнейшем? Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня и у правительства, и у парламента. Что происходит с курсом рубля? Все-таки политика на снижение, чтобы обеспечить тому же бюджету более благоприятные параметры или можно рассчитывать в дальнейшем на твердый рубль? Что происходит с долларом и той дедоларизацией де-факто, которую мы с вами сегодня уже видим? Что происходит с нефтью и всей сырьевой торговлей России, поскольку этот вопрос непосредственно влияет не только на бюджет и не только на интересы компании или государства, но и на каждого из нас? И вот на эти вопросы свои ответы дал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время нашей с ним поездки в Казань на местном телевидении. И разговор получился, на мой взгляд, настолько искренним и четким. Это не значит, что ответы Аксакова обязательно разделяет каждый из нас, но по крайней мере видна картинка, как мыслят в парламенте по этим вопросам. Что мы решили эту программу и эти ответы на вопросы господина Аксакова дать сегодня на канале Финверсия. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в Казани, в Татарстане. И я знаю, что вы приехали на очень серьезные мероприятия, на Татарстанский нефтегазохимический форум. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением, что это было за мероприятие и почему вы заинтересовались и приняли в нем участие. Мы в ближайшее время собираемся здесь проводить банковский форум в 20-х числах, с 21 по 24 пройдет банковский форум, большой. Вся Россия банковская финансовая сюда съедется, будет участвовать в этом форуме Эльвира Скипзатомна-Набиулина. Ожидаем также Силуанова Антона Германовича, то есть такое представительное мероприятие. Мы решили предварительно обсудить форум, его работу с главой Республики Татарстан, Милихановым Рустамом Нургалеевичем. И одновременно, конечно, я хотел послушать нефтяников, посмотреть, как живет наша энергетика. Времена непростые. Основной удар был направлен на финансовый сектор страны и на наши экспортоориентированные отрасли, в том числе нефтегазовую, с которой активно работает Татарстан. Поэтому было очень важно послушать людей от этого сектора экономики для того, чтобы принимать выверенные решения, в том числе на законодательном уровне. Антон Геннадьевич, Ваше вообще впечатление от выставки? Вы с многими нефтяниками сегодня встречались. Ведь нефть не только становый хребет Татарстана, но и всей России. И ввиду новых событий, информации о том, что якобы сейчас рванет из Ирана нефть, и наша нефть останется невостребованным. Как сегодня ощущают себя нефтяники, производственники, энергетики? Мои впечатления вполне уверены. И это подкрепляется в том числе и конкретными действиями. Они переориентируются на более глубокую переработку нефти, в том числе здесь, в Татарстане. Более того, Татарстан в этом плане даже флагман. Он идет впереди, показывая пример другим регионам, и переориентирует потоки экспорта в другие страны, на Азию, на Африку, в прямом смысле даже на Латинскую Америку. То есть, в принципе, все чувствуют себя достаточно уверенно. Понятно, есть проблемы. Есть проблемы, в том числе, связанные с заменой комплектующих, которые поступали с Европы, Соединенных Штатов Америки. Но они, я так понял, успешно решаются. Все с улыбкой, я бы даже сказал, с загадочной улыбкой, говорят, мы все проблемы решаем. Действительно, финансовые успехи говорят о том, что действительно стоят пока твердо на ногах. Смотрим с улыбкой, как вы говорили, в будущее. Я перемолвился с министром промышленности, Татарстана. Он сказал, что рост около 8%. Хороший рост. И, в принципе, как будто бы и санкций нет. То есть, все в этом плане, ну, по цифрам достаточно неплохо выглядит. Строительство еще... Строительство, да. Очень, я бы сказал, слишком даже активно, бурно. Неделю назад буквально у нас был Марат Шкерзианович, уснули, смотрели мост новый, вот этот грандиознейший объект тоже. Опережающими темпами дорога строится. И я думаю, ну, пока вот действительно есть определенный оптимизм, невзирая на те же жесточайшие санкции. Более того, я скажу, санкции нас заставили делать то, что мы должны были делать. Как раз развивать инфраструктуру, строить дороги, транспортные коридоры создавать с тем же Ираном, Индией, по Волге и дальше в арабские страны. На восток транспортные коридоры, скоростные трассы должны были строить. Ну, теперь точно будем строить, потому что, ну, Запад не хочет, будем развивать отношения с Востоком. А для этого нужна транспортная инфраструктура, логистика и, в определенном смысле, слава Богу. Какие законопроекты на сегодняшний день, принятые депутатами, позволяют немножко вот нивелировать эту ситуацию? Как с вашей стороны идет помощь в преодолении для нефтянки, для промышленников, для бизнеса? Что вы делаете, какие законы принимаете? Ну, во-первых, мы очень здорово ослабили всевозможные требования тем же кредитным организациям, финансовым институтам, для того, чтобы они спокойнее могли выдавать кредитные ресурсы и осуществлять финансовое обслуживание компании. Раньше были жесткие требования, и при определенных параметрах, ну, например, компания вдруг стала неплатежеспособной в силу того, что не получает средства за поставленный товар. И чтобы дальше продолжать работать, она должна получать кредитные ресурсы. По прежним требованиям банк не имел права давать такой компании кредиты, иначе бы сам банк тут же бы прихлопнули за неправильные действия. Вот полностью, ну, не полностью, а в значительной степени либерализовали регуляторную политику, требования к заемщикам в том числе. И благодаря этому кредитная политика, обслуживание всех финансовых институтов, вообще всей экономики шло незаметно для населения с точки зрения каких-то последствий санкций. По ряду банков, там, по нашим крупнейшим, СБР, ВТБ и так далее, были приняты решения об отключении от СВИФТа, то есть системы, которая передает информацию о проведенной транзакции. Кто-то заметил, внутри России никто, потому что все платежи, как шли, так и идут, расчеты идут внутри страны. Благодаря принятым решениям, благодаря созданной системе передач финансовых сообщений, альтернативы СВИФТу, Россия нормально функционирует в финансовом плане. Понятно, что во внешнеэкономических расчетах, взаимодействиях есть проблемы, и сейчас они решаются, в том числе, благодаря взаимодействию с дружественными странами. Мы активно развиваем цифровые финансовые технологии, в том числе, принять закон о цифровых финансовых активах, которые начинают работать, уже первые активы выпущены. И мы смотрим не только с надеждой, но и с уверенностью, что все эссенционные решения в финансовой сфере мы преодолеем с помощью, в том числе, новых цифровых технологий. Как вы будете строить, и на какой основе будете формировать бюджет? Ведь непонятно, что будет уже осенью, как зиму переживем, как Европа переживет зиму, как быть с инвестициями, которые будут приходить в страну, и будут ли? Ну, во-первых, видите, санкционные действия против нашей страны на самом деле приносят обратный эффект. Бюджет исполняется с профицитом. По итогам 7 месяцев профицит 700 миллиардов рублей, довольно серьезный. Ну и по итогам года, я думаю, мы баланс соблюдем. То есть доходы с расходами точно будут сопоставимы. И здесь проблем не вижу. У нас большой, допускаю даже, что мы с профицитом закончим год, хотя расходы наращиваем, в том числе, для поддержки экономики, социальной сферы и социального благополучия населения. У нас фонд национального благосостояния превышает 12 триллионов рублей. И сейчас как раз дискуссии вокруг бюджета следующего года, вокруг того, как будет исполняться бюджетное правило. Раньше по закону, который мы приняли в бюджете, цена на них была зафиксирована на уровне 44 с копейками долларов за баррель. Все, что вышло, поступало в фонд национального благосостояния. Фонд национального благосостояния размещался в долларовые активы и в евровые активы. Но теперь, когда эти активы заморожены из-за западных санкций, есть понимание, что туда инвестировать нельзя. Соответственно, нам надо определиться с ценой от сечения. Минфин предлагает 60 долларов за баррель. Сегодня, на всякий случай, на рынке больше 100 долларов за баррель. Но ЦБ говорит, нет, давайте пониже, потому что конъюнктура сегодняшнего дня не означает, что завтра и в следующем году будет 60, или 70, 80, 100. ЦБ предлагает более консервативно подойти. Вот дискуссия вокруг цифры цены от сечения на нефть за баррель. А вы сами, как председатель комитета, что думаете? Мы идем к тому, чтобы между 50 и 60. А, вы посередине. Ну, это самая мудрая позиция. Где-то так и договоримся, на самом деле. Около 60, наверное, будет. Может быть, чуть-чуть пониже. Но проблема даже не в этом. Очевидно, цена будет все-таки выше. Пока ситуация на мировых рынках непонятна. Скорее всего, она будет выше. Соответственно, возникает вопрос, надо ли нам накапливать деньги в фонде национального благосостояния. У нас масса задач инфраструктурных, инвестиционных, которые надо решать. И не лучше ли деньги направить какие-то проекты. Импортозамещение. То же самое. В том числе и импортозамещение. Поэтому, я думаю, тактика будет следующая. Будет формироваться фонд национального благосостояния. Но не для того, чтобы там заморозить эти средства. Или, вернее, вложить их под низкий процент, например, в юанне. Или под нулевой даже процент. А для того, чтобы приобретать бизнесы, приобретать технологии, которые позволят развиваться в нашей экономике и генерировать добавленную стоимость. Вот этот подход. Фонд национального благосостояния – это фактически резерв для развития экономики. А не для того, чтобы застраховать себя от каких-то кризисов, перепадов и так далее. Вот этот подход, скорее всего, будет реализовываться. Вокруг него идут дискуссии. И, слава богу, он начинает набирать силу и понимание в правительстве страны. Буквально на днях мы дискутировали как раз в правительстве Российской Федерации. Дискуссия была во главе с Мишустиным Михаилом Владимировичем. Там бизнес именно эту позицию высказывал. Хотите реализовать проект с государственной поддержкой? Будьте здоровы, подготовьте такой проект, который обеспечивает либо импортозамещение, либо такой стандарт, соответствующий мировому уровню. Что с рублем? Останется ли на уровне 60? Будет ли укрепляться? Будет ли слабеть? Ваш прогноз? И от этого тоже многие ведь сейчас тоже в непонятках. Покупать доллары, не покупать евро? Где их достать там? Потому что за 60, естественно, нигде не купишь. Может быть, юаней есть смысл прикупить? Ваш совет как финансиста? Самый лучший совет, конечно, диверсификация своих активов. В разные корзинки. Будь то ценные бумаги, будь то валютные активы, значит, приобретаете, разложив свои средства в разные корзины. В том числе золото, например, драгоценный металл. Мы специально либерализовали приобретение золота, отменили НДС за операцию золотыми слитками, например. То есть все делом для того, чтобы люди могли диверсифицировать свои вложения. Но я думаю, для нашей экономики, с моей точки зрения, опять же, это не позиция правительства или центрального банка, вот курс рубля, который был определен на текущий год, примерно 75 долларов за баррель, 75 рублей за доллар, это вот то, что комфортно. Комфортно и для экспортеров, которые являются источником значительной степени для нашего бюджета, и комфортно для импортеров, которые, ну, благодаря покупкам, которые осуществляют за рубежом, смогут там модернизировать свое производство, либо удовлетворить потребности нашего населения. То есть нам нужна такая оптимальная величина, стабильная, не колеблющаяся сильно. Понятно, что она будет немного колебаться, но достаточно стабильная. Ну, и эта величина, с моей точки зрения, вот в пределах 70-75. Сейчас, как известно, 60. И это, ну, определенная... Это искусственно? Это понятно, что это не рыночно сложившаяся? Это ситуативная какая-то вещь? Я бы сказал, все-таки там больше рынка. Там больше рынка. Понятно, что влияют санкции, влияют там всевозможные логистические трудности, проблемы с приобретением той же валюты, например, наличной. Потому что американцы и европейцы приняли решение запретить ввоз наличной валюты, в том числе банками, в Российскую Федерацию. Поэтому возникает искусственный дефицит, административно созданный. Цена, соответственно, растет. Это сказывается на цене. Но примерно она все-таки... Вот рынок, он пробивает в себе силу. Ведь Центральный банк старается не вмешиваться в куплю-продажу на рынке безналичной форме валют. И поэтому здесь все-таки больше рынка, чем нервник. Скажите, Анатолий Геннадьевич, вот последние дни буквально идут очень серьезные дискуссии по поводу создания резервных валют, уход в юани, да? Значит, разные страны, Казахстан, Узбекистан, там и многие другие, некий консорциум создают для того, чтобы противостоять, так сказать, засилию доллара, евро и так далее. И как быть с этими 300, по-моему, миллиардов долларов, которые Запад у себя заморозил? Это, кстати, в евровом выражении, потому что из долларов мы выходили активно. Это же наши деньги, наш запас, фонд национального благосостояния. Абсолютно беспрецедентное и незаконное решение, нелегитимное. Ну, заблокировали, там сейчас, очевидно, будут какие-то судебные решения, будут споры и так далее, но это долгий процесс. Понятно, что это незаконно, нелегитимно и безобразно. Преступно. Фактически украли, да, получается? Ну, а потом, китайцы не заблокируют, если мы сейчас вот туда ломанемся? Ну, такой, давайте, о Китае не будем говорить, как об недружественных странах. Все-таки Китай с большей историей, скажем так, с тысячелетней историей. Тысячелетней культурой, я бы сказал, и не демократической. И здесь нет поводов пока говорить, по крайней мере, о том, что они как-то себя неправильно поведут. Я поэтому и сказал, что фонд национального благосостояния лучше инвестировать в экономику. Очень важно, чтобы эти средства вкладывались эффективно. А просто так их потратить, это может вызвать инфляцию, если мы будем активно инвестировать, не обеспечивая впитку в себя дополнительной массы, дополнительных денег, то есть деньги, которые люди будут получать. Если вы инвестируете, значит, эти деньги, в конце концов, приходят, в том числе и тем, кто с этими деньгами приходит на рынок и покупает товары. Если их становится больше, а товаров больше не становится, значит, будет инфляция. Поэтому инвестиции, да, надо наращивать, причем ускоренными темпами. Такая задача стоит для того, чтобы модернизировать производство, для того, чтобы обеспечить импортозамещение и выстроить инфраструктуру на Восток, на Азию, это огромные инвестиции. Такой план есть. Но это все надо осуществлять, имея в виду все время инфляцию. То есть затраты должны обеспечиваться потоком товаров и услуг, которые народ будет получать, получая благодаря инвестициям, в том числе повышенную заработную плату. И это тоже, кстати, задача и Госдумы, и правительства, проведение мудрой экономической политики для того, чтобы, направив большие деньги в инвестиции, не получить обратный эффект в виде мощной инфляции. Скажите, население как себя ощущает? Покупательская способность упала, уже забиты, вот я сегодня тоже читал, все автостоянки в Москве вот этими непроданными машинами. Что меньше люди тратить стали на какие-то предметы роскоши. Ну, не только роскоши, даже многим не хватает. Вот сейчас в школу собирают детей, выросло. Значит, раньше было можно за 20 тысяч ребенка отправить, сейчас за 30. Для многих это проблема. Нет лишних денег. Реальная зарплата падает. Зарплата падает, инфляция непонятна. Инфляция высокая. И эта высокая инфляция, главным образом, была спровоцирована вот в феврале, в марте, то есть после начала проведения специальной военной операции, действительно, произошел резкий всплеск цен. По законам есть такой эффект храповика, когда цены взлетают из-за каких-то эффектов. Например, цена доллара резко повысилась, импортные товары подорожали, и в результате люди стали больше платить в рублевом выражении за эти импортные товары. А дальше, когда доллар понизился, вроде бы цена на эти товары должна снизиться, а вот храповик не пускает. Поскольку вся структура ценообразования изменилась, она должна, опять же, по клеточкам дойти до того уровня, с которого стартовало, а это требует времени. Даже вот этот эффект влияет на то, что инфляция достаточно высокая. Она высокая, но имеет тенденцию к угасанию. В июле у нас несколько недель была нулевая инфляция. Сейчас, как мы знаем, хороший урожай по зерновым, по картофелю, по многим культурам, сельскохозяйственным. Это тоже будет влиять на уровень инфляции. В общем, с учетом всех факторов мы ожидаем, я ожидаю, так будет точнее, инфляцию по итогам года где-то на 12%. Но хочу сказать, что весной говорили о 20%, о 18%. Сейчас мы уже говорим о 12%, а некоторые говорят и о 10% по итогам года. То есть ситуация меняется в лучшую сторону. Как в той же Германии, в той же Франции. Но заработная плата растет меньшими темпами. Это надо тоже иметь в виду. Поэтому покупательская способность все равно уменьшилась. Реальная заработная плата, она отрицательная. То есть фактически не растет. Хотя номинально может быть выше, чем была раньше. О регионах. Татарстан молодец. Я с удовольствием вспоминаю своего давнего товарища Шамиева Ментимера Шариповича. Естественно, Рустам Нургалевич. Миниханов тоже много как руководитель делают для развития республики. Мощная команда в правительстве и в бизнесе Татарстане. Наука довольно сильная, много хороших идей. Как будут защищены банки, которые попали под санкции? Ведь не только Сбер там. Наши крупнейшие банки попали. Сустральный банк, во-первых, для всей системы принял решение, которое позволило ей работать в более благоприятных, мягких условиях с точки зрения требований ЦБ. Ну а для таких крупнейших банков, которые попали под жесточайшие санкции, конечно, он там специальные меры поддержки осуществляет. Но вчера Набиольна сказал, что докапитализация системы не требуется. То есть того потенциала капитала, который есть у Сбера, у ВТБ и других крупных банков под санкциями, вполне хватает для того, чтобы выполнять задачи по кредитованию экономики и выполнять обязательства перед своими клиентами. То есть, в принципе, система выдержала мощнейший удар. Самые западные, самые мощные западные институты отказались работать с нашими банками. Государство отказалось. Перекрыли поставки наличных долларов, масса других решений. За рубежом заморозили активы. Все равно финансовая система, банки оказались стойкими. Это, в принципе, грамотные роботицы Б, в том числе. То есть они создали хорошую систему у нас. А к чему они стремились, да, вот этими санкциями? Худший вариант был бы развития. Доллар по 200, там, по 300. Я не знаю, зарплата, да, которую в чемоданах, инфляция. Рассчитывали на то, что народ уйдет наличным, уйдет из банков, потому что банки не смогут выполнять свои обязательства. И непонятная у них будет судьба, поскольку не идут расчеты, не выполняются обязательства перед теми, кто там заработную плату, например, получает или платит за жилищно-коммунальные услуги. Ну и, конечно, был расчет на разрушение финансовой системы страны, которая должна была, я так понимаю, по экзамусу разрушиться. А она работает. Она работает. И это говорит о прочности системы и, в принципе, профессиональной работе Центрального банка. Люди даже не представляют, какой удар был мощнейший нанесен. Кувалды били по человеку, да, можете так представить. Он стоит и улыбается, и продолжает работать. Как вы считаете, вот продолжение этих санкций, ну вот на короткий период мы выдержали. Выдержим ли мы на длинный период? Насколько у нас прочна эта система наша? Вот смотрите, мы первый момент, когда санкции были введены, обсуждали в основном вопросы, связанные с антисанкциями. То есть, что необходимо сделать для того, чтобы противостоять давлению вот этих решений. Сейчас мы обсуждаем, как двигаться вперед, как развивать нашу финансовую систему, обслуживание населения, бизнеса, как сделать так, чтобы банки активнее кредитовали строительство жилья, предприятий, проектов. Вот, поэтому уже совсем другие мысли, мысли нормальной экономики, нормальной системы. И к санкциям уже такое отношение неприятно. Я считаю, что даже где-то мы самоуспокоились. То есть, мы видим, что да, неприятно, да, есть трудности, но мы все... Берешь карточку, вставляешь в банкомат, деньги получаешь, переводы идут. Я имею в виду самоуспокоились, в том числе мы там во власти. И да, люди, которые принимают решения, вы тоже успокоились. В каком плане я имею в виду самоуспокоились? То есть, мы должны просчитывать еще большие санкции и риски, которые могут наступить. Да, я обычно спрашиваю, долгосрочный период. Запретят вообще доллары, евро, да, например. Отключат все банки от свифта, а не только крупнейшие банки. Еще плюс масса других решений, самых жестких, которые примет Запад, мы должны просчитывать. Вот в этом плане где-то мы не дорабатываем, я так считаю. Но не дорабатываем, в том числе, поняв, что не так страшен волк, как его молитвы. В принципе, если бы мне в начале года сказали, что вот такие-то, такие-то, если будут решения приняты против вашей страны, как вы думаете, что произойдет? Я думаю, что я так спокойно бы и не рассуждал, как сейчас я это делаю. Имею уже опыт накопленный. То есть будем решать проблемы по мере их поступления, так что ли, понимаете? Такая позиция. Но я думаю, что мы должны все время иметь запасной вариант, для того, чтобы, если они там где-то постараются нам шило воткнуть, еще против шило. Понятно, что ты придумаешь. А контрсанкции, вот вы говорили, что могло бы стать и почему не становится? Во многих пабликах, в интернете люди простые обсуждают, да перекройте уже нафиг им газ. Или закройте задвижку нефтяную. Оставьте там, раз они так к нам относятся. У нас же все равно там деньги есть пока, и кто кого переморит, кто быстрее выдержит. Почему это не происходит? У меня тоже такие мысли возникают, да. Ну, значит, я думаю, что мы не должны идти на поводу. Мы исходить должны только из интересов страны, народа, нашей страны. И не действовать эмоционально, импульсивно. Значит, ты, скажем так, а, если ты там вот так, то я тебе вот так. Не надо. Нам нужно исходить только из интересов народа, и все. Если нам выгодно продавать газ, там, сейчас еще, пусть даже небольших объемов, значит, надо это делать. В конце концов, нам нужно время на перестройку экономики. И вообще не надо уподобляться этим животным, безмозглым, который так стреляет себе в ногу, желая навредить своему соседу. Нужно действовать только в интересах своей страны и народа. А сейчас наш народ, наша страна заинтересована в получении денег за этот газ, который худо-бедно платится. Ну, естественно, поскольку все-таки основной объем международной торговли осуществляется в долларах, ну, в меньшей степени, конечно, дальше в евро. Это валюты ходовые, естественно, мы их должны использовать для взаимодействия не только с европейскими странами и Америкой, но и с другими странами. Будем ждать банковский форум, с удовольствием вас там увидим и надеемся, что вы примете совместно с вашими коллегами, с Центробанком, те решения, которые помогут и банковской системе, и финансовой, и в конечном итоге и нашим предпринимателям, нашему бизнесу, нашей промышленности, ну и простым гражданам. Спасибо. Мы находимся на пороге больших перемен, и это вселяет такой оптимизм. А оптимизм в каком плане? Что что-то новое приходит в нашу жизнь, причем новое, вот у меня есть внутреннее ощущение и уверенность, это хорошее, хорошее для нашей страны, для наших людей, для того, чтобы мы, наконец, начали, опираясь на свой мощнейший потенциал, человеческий, природно-ресурсный, технологический, начали делать нашу страну еще более великой, чем она является. Мне пословицу в связи с этим вспомнил, да, пока гром не грянет. Да, может не перекреститься. На этой оптимистичной ноте я бы хотел сказать вам огромное спасибо, и увидимся в 20-х числах сентября, вы сказали, да? Да. Спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok